Руль Руль Если что сам дал на дрова Камаз Бросить все эти камазы Краны Всем салам алейкум Всем доброе утро Включаю уже В какой раз подогрев И что то он у меня Вырубается Трубки и шланги горяченые Сам весь корпус Кипяток И вырубается видимо срабатывает Не пойму А двигатель не греется И сегодня дошло У меня же этот Я днем печку Краник печки закрываю Днем жарко Утром холодно Ночью так чуть-чуть даже Минус бывает Ну вот такая погода туда-сюда И он то у меня Через печку работает Думаю Семен Семенович Сейчас открыл Поставил Пусть чуть погреется Чуть теплее будет Движок Вот пожалуйста Классика жанра Приехал Здесь стоит Камаз С прицепом на погрузке Еще и этот Тельфер что-то опять моросит Мне шесть пачек надо А ему надо Две с половиной тысячи Наверно где-то так А не сказал куда едем пацаны Едем туда же Вот на этот спуск На даче Где клиент спрашивал Пошел раз Еще раз приедешь Я говорю приеду Тут осталось Шесть пачек Откуда задом потом надо выезжать Ну а что делать Тут работы особо так нету Ну начали шевелиться Люди зашевелились Здесь Есть движуха Но конечно Не сезон Так что сейчас Стоим ждем А что делать И Можно поехать домой Послать всех Нахер Я не буду стоять Что за херня Пойду Полежу на диване лучше Можно и так Все Не успел Поныть даже не дали Все сделали Сейчас Тот Камазик Подвинется Быстро Шесть пачек Закидаем И Потом его будут Уже грузить Так что Все Хорошо Сейчас Печку Закрываем Печку Закрываем Красота 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 И в кузове красота 6 пачек Все Красиво Все легко А Что интересно Прошли раз 10 Отвез Сейчас 6 Можно было Два рейса по 8 Сделать И Все отлично Причем Причем Хотели даже 12 Тот рейс сделать 12 пачек Я Ни в какую Не Не говорю Причем Даже сделали 12 Все равно Я Приехал Они Вот Мы 12 Я Не Повезу 12 Штраф Пришел За платон Еще 5000 Причем Это Месяц Назад Уже Аликум Салам Ага Так Кто там Поморгал Что-то знакомо Я не могу Сколько Уведомление Пришло Вчера Смотрю Платон Смотрю Штраф Ага Месяц Назад Еще Деньги Есть Вроде бы Оказывается Приборчик Просроченный Уже Еще В прошлом году Главное Что он Просроченный Уведомление Не пришло Газа Газ Газ Спрашивали Газ Везде В самых Отдаленных Не то что Дачах Там в горах В самом Крайнем селе Газ Есть у нас Вот насчет этого Да Кто-то в комментариях Спрашивал Тут у нас Угля Дров Нету Вообще Вон тот дом Справа Тоже Второй этаж По-моему Я строил Эти Доски Тоже по-моему Поднимал Тоже там Такой Спуск Как бы Не очень Такой Приятный Да Здесь один поворот Чего стоит Здесь Газ Здесь Зигзаг Там Забор Как обычно Тут горы Ну давай 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 Уходи Прямо Посередине дороги Надо тебе лечь Да Садовое товарищество Эльбрус Ну да Как еще можно было назвать Здесь Садовое товарищество Там кстати Автобус Вон Прямо До туда Идет Так что Все цивильно Газ Вот До самого конца Люди живут Очень Много Вот Заборчик какой красивый Вот Узбекская тачка Значит узбеки на месте Наши рабочие Есть Сейчас сюда сворачиваем Вот здесь разворот Автобусная остановка Сейчас потихонечку повернем Здесь На огромном Китайцы Человек заезжал 20-тонный Китаец С 10-тонной Стрелой Блин Я бы очканул Новый Тем более Да Вот Дай бог там Не выйдешь Да Отсюда Отсюда Кто тебя будет вытаскивать Все Все Маши встречают Давай Про плов Расскажи Как ты Всем сделаешь Даша Теплю скоро Будем в узбеки Так Сейчас начинаем с ближнего Обычно я с дальнего начинаю, раз с ближнего, чтобы максимально тяжесть сзади была, об не перевешивала. Потом самый задний ставим поближе сюда. Вот такой домик уже нарисовался. Ну, вот это, я понимаю, чисто дачный домик. Так, что у нас с ножками? Опять-таки, да, почему телескопом? Потому что вот так вот по земле, по панели, да, ведешь, вдруг что? Чтобы оно далеко не летело у вас. Не на всю 20-метровую стрелу, да? Мало ли что, пойдет куда-то что-то, да, переворот или... Поэтому вот нарушение правил, но в угоду безопасности, так сказать. То есть, вот смотрите, вот у вас вот так будет, вот такой вылет, да, длина стрелы. И трос полностью распущен, да, как положено, лебедкой работаете. И вдруг какая-то нештатная ситуация у вас пошел этот кран, да, переворот. То есть, вы будете падать вот с такой высоты. Метров 8-10, ну, понятно, да? Последствия намного печальнее будут, чем если стрела в горизонте опущена максимально. Максимально в горизонте. Все, вот последний поддончик убираем. И уже сразу становится намного сложнее. Без передней ноги вообще делать нечего, короче. Даже сейчас чуть-чуть мандраж есть, потому что вот моментально резко, причем перекидывается. Да, вот так передок задраться сильно на лапах. И уклон. Вообще вот так вот над этим. Сейчас поведем над стеной, чтобы если что, падать на стенку. Ага, вот я уже чувствую. Очкометр уже. Очкометр зашкаливает уже. Вот сейчас на передней лапе, чисто на передней лапе машина стоит. Тоже, кстати, такой момент не очень хороший. Как там рама себя чувствует, непонятно. Чего там? Вот это, кстати, тема. Чего-то, по-моему, не совсем правильно, да, мягко говоря. На панель. Вытащили они эту стенку. Панель же так не работает. Ну, маленький кусочек, но... То есть, на этот излом суда. Панель работает вот сюда. Чего-то напишите, как вы думаете. Панель работает. Панель работает. Панель работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 все время, что-то едешь так, да-да-да-да, что-то твердо, надо спускать, не знаю, все нормально, доехал до дома, на горочку поднялся, проблем нет, что ему надо, ну все равно фильтр, наверное, поменяю сейчас, поставлю свой остойник, старый, железный, все нашел, все, весь полный комплект, кстати, кто-то просил, прям в ватсапе даже писал, ух ты, ничего себе здесь сколько Гарри выплюнуло, из трубы, кто-то писал в ватсапе показать переходник под еврофильтр, сейчас я его сниму, буду ставить свой старый отстойник и покажу тот переходник, а это грубый вот старого образца, вот так вот он прикручивается, здесь сверху сетка, такая мелкая-мелкая сетка даже, чересчур мелкая, инструменты, короче, все в гидравлике, в масле, я, когда шланг лопнул у меня, на базе, там асфальт, я канистру вот так эту кинул, прям этот, где текло, и туда, короче, в пол канистры натекло, я потом, ну слил все, вроде протер, ну все жирное, все в масле, так, есть у меня ключ, да, не знаю, что открутится, стакан или фильтр, ага, что-то хрустит, ага, стаканчик откручивается, все, так, вроде чистая солярка, так, вот кому интересно, какое здесь, какая здесь конструкция, вот эта пластина, да, переходная, и вот этот штуцер, ну штуцер, правда, самоточенный у меня, поэтому, почему-то в комплекте его не было, размеры, пацаны, размеры, и вот этот, наружный вот по этому, по наружному, а внутренний по, внутреннему, по резинке, так можно, в принципе, ну, прям, чего тут такого космического нету, вот резинка, как раз след от резинки, вот он как раз по, по нему и идет, вот и все, все, вот выкручиваем, да, и вот такой у нас получается штуцер, здесь такой, здесь такой, и получается вместо него, на его место мы закручиваем уже, вот эту тарелочку, да, с сеткой, вот, сейчас я шайбочку поставлю еще, а, вот эту сниму пластину, да, вот где мой сейчас гайковерт чудесный, вот смотрите, тут еще прокладка такая интересная, выточка, то есть не просто шайба, да, пластина, вот этот сепаратор непонятный, не буду ставить сюда, здесь вот в этих дырочках задерживается, забивается кусочки мусора, вот как раз в моем случае он не нужен здесь, короче, вы меня не слушайте, там должен гровер стоять, толстый такой, никакая не медная шайба, а гровер, так, что дальше, резинку ставим, резинку очень важный момент такой, ставим резинку, вот из-за этой резинки я не люблю этот фильтр, вот тут он если начнет подсасывать, это будет не смешно вообще, так, сейчас вот здесь убираем, чтобы здесь идеально все было, даже я его, этот, на большую фортуну ложил, вот так вот, чтобы плоскость выровнять, вот они, видите места, здесь гнуто, здесь более-менее, вот здесь хорошо гнуто, вот это место, вот черное, тяжелая артиллерия понадобилась, не ты наждачка, я буду долго терять, а здесь буквально секунду, вот здесь чуть-чуть, ну хватит, я думаю, так, вот эту тоже, видите, как хорошо, здесь сильный прогиб, вот, вот, и вот здесь чуть-чуть, все, посылочка пришла, сейчас доделаем, фильтр закончен, будем распаковывать, так, наливаем солярку сюда, чисто, полный, сразу, чтобы не закачивать эту бадью, ручной подкачкой, вроде ничего не забыл, прокладка на месте, сжимаем, так, ну что народ, мы снова в огороде, или правильнее, в саду, вот я мучился, обрезку делал, трудновато, конечно, трудновато пилой это все вручную пилить, особенно, где-то на верхней ветке, на лестнице, или там, наверху на дереве висеть, одной рукой держишься, другой пилишь, сегодня, наконец, пришла моя пила, сабельная, с аккумулятором от компании Denzel, в общем, я уже попробовал, пушка-гонка, сейчас пойдем вместе с вами, попилим, посмотрим, что, какую толщину берет, насколько быстро и легко, в общем, проведем тест, в реальных условиях, и блюк, ткань, это, вот, и, мы обрежем, в общем, и, да, и, чуть надо сноровку видимо какой-то тут как-то прижимать надо чего-то там сейчас самое главное посмотрим как она на высоте справляется вот эту веку вот вытянут руки и рядом зажимай вот такой даже режет вот такой толстый по правильно резать надо чтобы не зажимала не зажимает так ничего не подзаряжал вот 22 год изготовления неизвестно сколько аккумулятор ну вот уже два его его вряд ли его там кто-то в магазине заряжал то есть вот он два года грубо говоря лежал я тут поработал нормально так что компания denzel пацаны прям реально вот помогает мне сейчас в работе хозяйстве так сейчас что нам надо пока погода сухая может попробую поджечь пионерский костер без сухих досок короче не будет гореть сырая это яблоня компания denzel пригодится везде и и и и и сдал молодец лайк сам сдал на права в цели по эпатам со второго раза до честно говоря я уже не надеялся мама знает пацан сдал на права я в шоке сто процентов думал не сдаться да я сам свое время не сдал молодец молодец не зря значит все не зря так а нам позвонили небольшой вы здесь как раз проверим как чё у нас с этим со стойником ну пока все нормально я на озере поднимаем арматуру такой момент подбить подбить надо обязательно в ремень не резала еще еще а вот и чтобы ее не выгибала сильно сколько там блин тонны 2 как будто зацепили такой стремный груз честно говоря еще вместо такое людное канатку не зацепить бы так перешел я через речку и не надо подняться дороге на подняться здесь интересно короче надо объект посмотреть один чтобы не объезжать пол города здесь напрямую через речку перешел вот там же где зимой переходил здесь меня клиент заберет если я здесь поднимусь нормально еще есть порох так теперь куда мне куда нибудь спуститься чтобы он меня забрал отсюда все стоим ждем на природе нас поедем посмотрим сразу сейчас время есть работа такая объемная надо чуть время тоже свое уделить посмотреть сразу так чё сложное место какое-то сразу предупредил все посмотрел в общем все как мы любим как вы любите там гора это дачные эти участки на косогоре крановщик не захотел манипуляторщик другой не захотел дали мой номер короче вот он сможет говорить ну в принципе почему бы и нет да мне работа и вам контент так что сейчас он там согласует цену и через пару дней наверно пока погода хорошая тоже надо успеть потом опять будет эти дожди и слякоть так где я тут спускался а я уже забыл вот здесь может более-менее блин не помню где-то сейчас где-то здесь сейчас скачусь если что да блин что за экстрим пацаны не нормально тебе делать не хрень напишите да ходишь все вот так пока я ездил красиво выгорело чуть-чуть не успел сейчас это сейчас это закидаю все сюда возможно и чуть-чуть загорится вот так в основном крупняк собрал я нормально нормально сабельная пила рулит пацаны